Я чувствую, ролик будет огонь, да? Все? Всем привет, меня зовут Иван. Я специализируюсь по функциональному тренингу. Сегодня покажу вам комплекс упражнений, которые вы можете делать где угодно. Я хочу сказать о том, что я не тренер, который с пеленок тренируется, и у которого мама и папа мастера спорта по гребле, или еще какому-либо виду спорта. Я пришел в спорт довольно в позднем возрасте, и до этого занимался обыкновенно совершенно вещами. Я работал в большой нефтяной компании и добывал нефть для страны. И тут пришло то, что должно было прийти. А именно, осознание того, что я занимаюсь чем-то не тем. В конце концов, я занялся спортом. Сфинкс! Да, сам придумал. Это сфинкс был. Сфинкс фронтальный и боковой. Если вы обратили внимание, в этом ролике есть фотографии моей трансформации до и сейчас. Не после, а сейчас я нахожусь в приличной достаточно форме, как мне кажется. И я когда увидел фотографии те, которые были вот до, в том превью, они как раз и сподвигли меня на то, чтобы заняться спортом. Потому что то состояние, в котором я находился, мне повергло просто в шок. Я был дрябл, я был не в тонусе, я был не в форме совершенно. И здоровье мое было не очень-то хорошо. Но мне казалось, что на уровне всех остальных людей я, в общем-то, совершенно неплохо выгляжу. Но в конце концов, я понял, что это не так. Я занялся тем, чем занимаются обычно все люди. Пошел в тренажерный зал, схватился за гантели и стал качать битер. Я не буду раскрывать всех своих секретов, где я черпаю вдохновение и информацию. По крайней мере, это достаточно распространенное упражнение в функциональном тренинге. О, кстати говоря, насчет подходов. В свое время я пришел к такой мысли, что количество повторений вообще не особо важно, особенно в функциональном тренинге. Лучше работать на время, а не на количество повторений. А если уж и стоит задача такая, работать на количество повторений, то лучше придерживаться максимальных значений, которые выдает ваше тело. Допустим, в отжиманиях можете 30 раз отжаться в одном подходе? Вот 30 раз отжимаясь. И стремитесь в каждом следующем подходе отжиматься эти 30 раз. Или, допустим, в подтягиваниях, в приседаниях и так далее. И вообще круговые функциональные тренировки, они намного эффективнее тех, которые зажаты в рамках подходов и повторений. Потому что, когда у вас есть время, а не подходы, повторения, то тогда у вас границы раскрыты. То есть вы можете свое тело испытать на максимум за определенный промежуток времени. Вот старайтесь лучше работать во временных ограничениях, чем в количественных. На той фотографии с лопатой я занимался, но я занимался чем? Я занимался именно тем, чем занимается большинство людей. Нехватка информации, отсутствие этой информации и нежелание искать привело меня к тому, что я просто охватался за все, что можно было схватиться, за все железо, которое было в спортзале. Я брал гантели, я брал штангу, я пытался быть пауэрлифтером. Поднимал приличные, как мне казалось, веса на то время. Жим, становый, присед. Ну, что может быть лучше этого на самом деле в мире? И это меня нисколько не удовлетворило. И я в конце концов понял, что это не моя тема. Нужно развиваться функционально. Функциональные возможности организма гораздо важнее, чем та визуальность, к которой стремится человек. И к тем стереотипам, в которых он сам и находится. И в конце концов я пришел к тому, что без функциональности нет визуального эффекта. И пока не будет хорошей отдачи в спортивных результатах, у вас и не будет тела, грубо говоря, так. Как ориентироваться на временные отрезки? Во-первых, это все индивидуально. Потому что функциональный тренинг – это все-таки такая вещь очень индивидуальная. То есть есть люди более подготовленные, есть менее подготовленные. И нужно начинать, конечно же, с малого. Если вы знакомы, например, с протоколом ТАБАТа, то лучше начать с него. Если вы уже более продвинутый атлет, прибавляйте себе 5-10 секунд. Может доходить до минуты в одном подходе в упражнениях. Может до двух минут доходить. Сколько вашей душе угодно. Главное, чтобы вы чувствовали отдачу от этого. И экспериментируйте. Не бойтесь. Занимайтесь теми вещами, которые вам близки. Вот и все. Сфинкс – это одна из родновидностей планки. Простой планки. Только более сложное упражнение. Только и всего. И я его точно так же использую, как и абсолютно другие упражнения. В плане временных отрезков. И просто, ну, там, можешь 45 секунд делать, делай 45 секунд. Можешь 30 секунд, делай 30 секунд. Но вообще, вот, лучше, конечно, стремиться от 20 секунд и до минуты. Вот это приличный уже результат. А если можно минуты уже делать, ну, это вообще просто супер. Что дает упражнение планка? Упражнение планка, он дает подтянутый, стройный, крепкий и красивый живот. В первую очередь. Ну, и так же не стоит забывать о руках. Они тоже у нас укрепляются. Это все-таки упражнение на мышцы-стабилизаторы больше. А если мы работаем на мышцы-стабилизаторы, то у нас стройные, красивые конечности после этого. И не только конечности. Все тело у нас стройное и красивое. Давай сделаем дайв бамберс и я перейду в какой-нибудь даймонд пуш-апс. Дайв бамберс, ну, будем называть по-русски. То есть подводная, там, глубинная бомба. Оно вообще, мне кажется, пришло из далеких-далеких времен. Были старые плакаты такие, кстати говоря. У меня висел дома еще лет мне 12, наверное, был старый плакат такой. Основные упражнения монахов Шаолини. И вот там вот было это упражнение, кстати говоря. Это упражнение задействует не только трехглавую мышцу плеча, но и дельтовидные. Вкупе с грудными мышцы живота работают и так далее. Но, кстати говоря, когда мы идем назад по волне, встаем на руки, то у нас как раз стучаются дельты. Мы делаем толчок. Это такая упрощенная вариация отжиманий стойки, например, на руках. Или вниз головой отжиманий. Вот, мы будем задействовывать еще дельты. Вот это отжимание, которое мы делали последнее вместе с вами, было неким таким вторым уровнем в подготовленности. То есть еще, ну для меня, по крайней мере, третий уровень подготовленности. Это уже отжимание с плаеметрикой, с прыжком. Это различные хлопки, батараги не до плечей. Супер бурпи. Если вы захотите попробовать эти упражнения, либо потренироваться со мной, либо на занятиях, которые я провожу, совершенно бесплатно, вы можете оставить комментарии свои. И мы попробуем организовать это действие, это мероприятие. И проведем отлично время. Ну а сейчас мы поотжимаемся на одной руке. Осталось только это у нас. Что нужно для того, чтобы отжиматься на одной руке? Во-первых, сильные руки и подготовленное тело. Ну а во-вторых, разберем основные принципы. Должны быть три точки опоры, рука перпендикулярно полу, и желательно при отжиманиях не заваливать таз в пол. Держите тело, старайтесь ровно. И у вас все получится. Для этого, конечно, нужно отжиматься с двух рук не менее, наверное, 30 раз. Все отжимаются. Все постоянно отжимаются. И это очень распространенное упражнение, базовое упражнение. Опять же, говоря об экспериментах в фитнесе, не забывайте даже в самых простых упражнениях искать нечто такое, что заставило бы вас тренироваться более эффективно и более интересно, в конце концов. Сейчас вам покажу еще одну разновидность отжиманий. В отжиманиях нужно включать все, что угодно. В данном случае мы задействуем ноги. Эффективность этого упражнения связана с тем, что мы намного выше взлетаем, взрыв больше происходит. Я бы хотел сказать о том, что рекомендую отжиматься девушкам как можно больше. Все боятся, что если будут отжиматься, у них будут огромные руки раскачанные, здоровенные банки и все такое. На самом деле нет, ничего этого не будет. Если будете работать с весом собственного тела, будете много отжиматься, у вас наоборот будут красивые стройные руки, подтянутые руки, будут худые руки. Посмотрите на меня. Что у меня есть банки? Нет, а я отжимаюсь сто раз, а может даже и больше. На количество я уже давно не отжимаюсь, работаю по времени. Сегодня мы потренировались, сделали несколько новых упражнений, может быть, не совсем новых для кого-то. Делайте лайки, если вам понравилось. Пишите свои комментарии, просьбы, предложения. И обязательно подписывайтесь на канал YouGifted, который выходит дважды в неделю, в понедельник и четверг. С вами был Иван. Peace! Меня зовут Карелина Дарья. И сегодня я вам расскажу немного о себе, о мотивации в спорте, а также покажу интересные и необычные упражнения на обычной беговой дорожке. Данное упражнение вы можете использовать в нескольких случаях. Первое, для разминки, для того, чтобы хорошо...